мы с кириллом снова идем за костей на качелях немного покатались и пошли гулять по улицам потому что невозможно всякие подростки собрались матеряться грязно на площадке мы решили просто пойти побродить раз уж такое дело вот идем тут у нас частный сектор в нашем районе в основном частный сектор несколько только пяти этажек тут тоже бардак такой везде страшно смотреть у нас красивая осень такая в этом году тепло сегодня у нас 16 октября вчера в понедельник включили отопление мы ночью запарились жарище такая на улице около 20 градусов тепла днем может 16 20 они включили отопление кирилл пошли сюда в общем видите листья еще не все пожелтели красота в общем цветочки доброе утро всем уже следующий день вот посмотрите какая у нас сегодня погода светит солнце градусник находится на солнце показывает где-то 22 в телефоне у меня 14 показывает очень тепло прям но правда сегодня немножко ветерок нас я снимаю белье вчера перестирывала шапки все перчатки сейчас снимаю у нас сейчас кстати 10 утра и вот 14 градусов показывает хорошая такая погодка листики еще не все пожелтели я с утра встала в таком позитиве столько дел наметила но меня сейчас дела остановились у нас почему-то отключили воду вот а я поставила тесто на булочки мне нужно селедку почистить на шубу вот а воды нету и руки не пачкаю потому что мыть нечем особенно после селедки так что так вот пока занялась снимаю вещи с веревки надеюсь что скоро дадут воду потому что у нас включили отопление и тут что-то сантехники ходят везде у нас от котельная и они туда-сюда что-то в подвал к нам спускаются тут то себе туда в котельную мне кажется это из отопления от причины воды хотела вам показать салате как у меня вырос посмотрите у меня тут раньше рос салат зимой или весной весной по-моему я сеяла вот в стаканчик вот потом выдернула все что у меня выросло и посадила туда долларовое дерево и теперь вот наверно то что не взошло весной вот сейчас выросла солнце сейчас достаточно вымахал только салат еще подержи его посмотрю сколько он вырастет конечно зимой он вообще до таких гигантских размеров не вырастал у меня то летом конечно красота так что будем скоро его кушать ладно буду снимать белье потом если что сниму для вас что нибудь а Ребята, сейчас звонит соседка и говорит на подоконнике какое-то странное письмо для вашего Кости. А у нас нету почтовых ящиков, все складывают в подъезде на окне. Я сразу побежала, думала, что там за письмо. Письмо из Америки, представляете? Константин Зайцев, наш Костя, адрес наш. Вот такое вот письмецо. Я, конечно, припоминаю, откуда это. Я на одном из сайтов заказывала пробники там. И был заказ сделан в Америку. И вот, походу, это оттуда что-то пришло. И там на имя ребенка надо было. Какая-то детская штука, короче. Я на Костя на имя заказываю. Это, конечно, интересно вообще. Но я уже не помню, что там было. Что-то мы сейчас посмотрим. Так. Так, так, так. Тут такие стикеры. Клеящиеся. Что тут написано, я не знаю. Переводить. Так, что тут еще? Так. Какая-то брошюрка. Я так понимаю, что это библейское, да? Походу. То есть, он английский язык. И вот такой вот листочек. Это, наверное, вырезать надо. Что тут? Куала. В общем, не знаю. Это надо все переводить. Я так сходу не переведу, конечно. Дорогой друг. Угу. Что-то про Бога, что ли. Ну, в общем, вот так вот. Неожиданный, конечно. Подарочек. Еще из Америки прислали. Стикеры. Но все равно приятно, что стикеры пригодятся. А это, конечно, нужно переводить. Не знаю, что это такое. Что-то библейское, короче. Вот такое вот письмо. Я же запыхалась. Так бежала по лестнице. Бегом забрать письмо. Вот. Вот так вот. Если я вспомню, на каком сайте я заказывала, то я оставлю ссылочку вам под видео. Вот. Так что я много чего заказывала. И уже, если честно, я уже не верила, что что-то придет, тем более из Америки. Вот, видите, не обманывают, значит. И вот, не обманывают. Что-то, какое-то. Продолжение следует...